Добрый день! Немного поговорим о некоторых новостях, не новостях из мира ножей. Вот перед вами ножик, прототип, вернее, ножика от дизайнера Пека Томинин. Называется Нелака, это, по-моему, какой-то населенный пункт Финляндии название. Это на сайте Spider Collector. Например, в начале года в Амстердам приезжал владелец и сын владельца, спайдерка, и они показывали там всякие прототипы, вот в том числе показали вот этот вот Нелаку. К чему я это все говорю? К тому, что до недавнего времени непонятно было, когда она выйдет, что там будет и как. Напомню, что у Пека Томинин в этом году была его модель. Эта модель называлась Пука. Это был традиционный, не складной нож, традиционный финский. Вот он, вот так вот он выглядит. Покажу. Он вышел в этом году. С-30В сталь, такой в этническом стиле, финский ножик. С-30В сталь, это рукоятка аризонская, железное дерево. И вот это вот еще один, это в данном случае это складной нож. Длина клинка тут 44 дюйма, это 10 сантиметров. Но это все прототип, вот посмотрите какой красавец. Очень красиво выглядит, вот он в такой сложенном виде. Многие ждали этот ножик. И вот это видео, где его представляет Селл Гэссер, владелец, основатель, владелец спайдерка. И в том числе на Блэйд форуме спросили, когда же это все-таки он выйдет. И вот Селл Гэссер ответил. Они сейчас проходят QC. QC это Quality Control, то есть контроль качества. Иначе говоря, они уже приехали к спайдерке. Честно говоря, не знаю, где их производят. И они сейчас делают контроль качества. Сообщение было 29.09, то есть в прошлую субботу. Так что, вполне возможно, что очень скоро, если они пройдут нормальный контроль качества, вполне возможно, так, 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 что-то плавает. Вполне возможно, они, скоро мы их увидим. Так что, вот поэтому, ну, по характеристикам ничего не известно. Только то, что сталь S30V, спуски от обуха в ноль, без подвода здесь, вот. Очень интересно, это очень должен хорошо резать этот нож. Но, с другой стороны, ну, честно говоря, мне не совсем понятно, как его потом точить. Ну, во всяком случае, как его тащить так, чтобы не повредить финиш вот этого клинка. То ли делать подвод, то ли, ну, в общем, непонятно. А так, конечно, выглядит классно. Ну, опять же, это прототип, какой серийный вариант будет, никто его не видел. Ну, это вот такая вот новость по спайдерку Нелаки. Теперь, еще один ножик. Это Zero Tolerance 0777. То есть, 037. Вот. Интересная модель была представлена в 2011 году. То есть, уже больше года назад на выставке Blade получила, по-моему, звание лучшего ножа в 2011 году. Они до сих пор так его и не выпустили. То есть, это уже такая легенда становится, что никак они не могут его выпустить, этот нож. Вот. И вот, судя по всему, готовятся они к выпуску его. Вот это уже, вот это клинок его. Это получается комбинированный клинок. Сверху Дамаск, снизу Ванакс 35. Вот эти фотки были, в принципе, опубликованы еще в середине августа. В середине августа человеком по имени Джиммер 5. Это один из дизайнеров, внутренних дизайнеров Керша Zero Tolerance. Вот это его физиономия в Фейсбуке. Это страница его. А вот его зовут Джим Макнейр. Вот. Он же на выставке Шот-шоу 2012, где он показывает, как вы думаете, что. Вот это вот он показывает, вот это вот, вот эта вот модель, 777. Вот. Ну, получается, снизу Ванакс, сверху Дамаск. рукоятка carbon fiber ну то есть углеволокно здесь такой типа они называют его subframe lock то есть как frame lock только ниже прошу прощения пришлось прерваться значит здесь такой как в общем это frame lock они называют его как subframe lock похожая система вот в этой модели модели этого года от киршо киршо knock out был у нас обзор на него в общем но судя судя по всему идет к совершению вот они вот вот это вот целый ящик клинков к 777 это углеволокно и вот уже вырезаны из него кусок в общем одна из накладок на рукоятку вот они вырезанные так далее то есть и скажу так что были тут же на блэйд форуме одни из людей из форумчан блэйд форум точка ком в сентябре были на фабрике их там водили по производству в общем и они говорят что вовсю идет как бы работа над этим так что может быть до конца года мы увидим этот нож вот вот этот вот красавец рекомендованная розничная стоимость его 600 долларов но как бы рекомендованы это не ничего ни о чем не говорит я видел что например на gp knife по моему он стоит за 480 но понятно что его еще нет в наличии но вот цену они как бы уже озвучили цена в америке вот такая вот будет на этот нож и с ним связана еще одна история это с этим же ножом потому что они показали его в 11 на выставке blade а в сентябре то есть они показали где-то в июне начале июня по моему вот а в сентябре компания microtech выпустила модель под названием microtech matrix которая фактически один в один повторяла вот эту модель от кершу которая еще не вышла они сделали сначала как кастомную модель она там стоила 2000 долларов а потом они выпустили уже такой вариант вот это вот вы видите matrix то есть это уже про производственное массовое производство модель но то есть как бы посмотрите форма клинка вот этот вот вырез на клинке общая форма форма рукоятки так далее то есть но как бы тут говорить нечего тут это вот такой же самый сап фрейм лог то есть углеволоконная рука то есть но фактически в общем там большой большой скандал по этому поводу был они выпустили уже про производство они выпустили в марте этого года ну и и сейчас в общем по моему мы поснимали отовсюду с производства и так далее то есть им не удалось все продать я честно говоря не знаю чем эта история по большому счету закончилась но вот такая была связанная с 777 моделью такая вот была история ну в принципе на сегодня все большое внимание большое спасибо за внимание до свидания